Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Много очень в нашей стране говорится о построении гражданского общества. Не всегда понятно вообще, что это такое, но тем не менее. И одна из форм, по крайней мере, здесь, в Краснодаре, один из элементов этого самого гражданского общества – это территориальное общественное самоуправление. Именно о нем мы сегодня и будем говорить, а гость нашей сегодняшней программы – начальник управления по связям с общественностью и администрацией Краснодара Борис Кузьмин. Здравствуйте, Борис Владимирович. Прежде чем мы будем говорить о ТОСах, если позволите, еще одна дата, еще один праздник, который отмечается сегодня, может быть, не так широко в народе, как Новый год, но тем не менее, мне кажется, он очень важен для жизни, ну, будем говорить, здесь, в Краснодаре. Это день местного самоуправления. Вот на ваш взгляд, вот когда такие праздники появляются в календаре, это, наверное, я так думаю, для того, чтобы лишний раз напомнить всем нам, обществу, о том, что все в наших руках, да, и что то, как будет строиться наша жизнь, зависит именно от нас, а не от какого-то дяди, даже если это, не знаю, там, мэр, губернатор или президент. Это да. 21 апреля празднуется День местного самоуправления в России. Это праздник довольно молодой, он был утвержден указом президента в 2012 году, и, как написано в документе, что именно эта новая дата вводится в целях повышения роли и значения института местного самоуправления и развития демократии гражданского общества в Российской Федерации. Ведь территориальное общественное самоуправление – это одна из форм участия жителей в местном самоуправлении. И само понятие местное самоуправление говорит о том, что каждый гражданин имеет право участвовать в управлении государством непосредственно или через органы местного самоуправления. Значит, каждый из нас принимает участие именно в управлении государством. Ну тогда у меня возникает вопрос, а насколько, допустим, для вас, как для чиновника и вообще для городской власти, неважно сейчас в данном случае исполнительная это власть или представительная, то есть это администрация или городская дума, насколько важна вот эта вот сеть местного самоуправления, которая существует сейчас в городе Краснодаре. Насколько, допустим, часто или сильно власть может опереться вот на таких общественников? Это самая первая ступенька, территориальное общественное самоуправление, они действуют снизу вверх. Это тот пласт определенный, который именно непосредственно собирает все чаяния, проблемы людей, знает о них и транслирует их органам власти для того, чтобы решать вопросы местного значения непосредственно по мнению жителей. Ну вот здесь, если позволите, по поводу взаимодействия власти и населения мы поговорим чуточку позже, а сейчас, ну знаете, как один из примеров работы ТОСов в нашем сюжете, давайте посмотрим, а потом вернемся к разговору. Прошу. Лучший ТОС – это не просто звание, это вектор дальнейшего развития, считают общественники. Для жителей дома по улице Герцена 182 новая табличка «Оценка за труд». Галине Шиловой так сказали спасибо за ее хобби. Своими руками из года в год она создавала красоту под окнами многоэтажки. Цветов множество. Разнообразию позавидует любой флорист. Поработал, смотришь, красиво, все хорошо. Вот моральное удовольствие, ничего больше нет. Это очень хорошо, когда смотришь и видишь плоды своих трудов. Все растет, все цветет, вокруг все чисто. Люди хорошие рядом говорят, ой, какой у тебя полисадник, ты посмотри. Лучше всех. Я говорю, ну да, конечно, стараюсь, стараюсь. Общественники облагораживали двор 4 года. Дому 47 лет и работы требовалось много. В первую очередь возле каждого подъезда установили лавочки. Раньше у нас бабушки отдыхали на дощечках, выносили стульчики, либо дощечка на полу, и жалко было смотреть на них. Теперь пенсионерам комфортно наблюдать за внуками. Для малышей установили детскую площадку. Поиграть на качелях и каруселях. Сюда приходит мама с детьми из соседних дворов. А сами жители многоэтажки поддерживают облагороженный двор в чистоте и соревнуются, у кого лучше клумба. Говорят, что лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Для жителей этого дома, конечно, их увлечения не оплачиваются, а даже наоборот бывают финансово затратными. Но некоторые цветоводы все-таки сумели совместить приятное с полезным. Селекционер Владимир Якубчик живет не в многоэтажке, а в частном секторе, но тоже приносит пользу окружающим. На пяти сотках земли цветовод выращивает уникальные сорта лилейников. По внешнему виду они похожи на всем известные лилии, но более жизнеустойчивы. Любовь к растениям у Владимира Сергеевича началась со школьных уроков ботаники и сохранилась на всю жизнь. За полвека селекционер вывел и зарегистрировал более 20 новых видов ирисов. Именно с увлечения этими цветами началось хобби. При этом своими творениями автор щедро делится со школами и детскими садами. С детства надо приучать детей к прекрасному. А цветы это и есть прекрасные. Что может быть еще прекрасней? Дети наши цветы. И цветы детям. Цветы, уверен Владимир Сергеевич, это лекарство от плохого настроения, депрессии и агрессии. Цветы должны быть повсюду, говорит пенсионер. Тогда и люди станут добрее. А чтобы сделать наш город ярче, достаточно, чтобы каждый посадил хотя бы один цветок. И для этого вовсе не обязательно быть селекционером. Здесь мы специально показали этот сюжет. Так вы знаете, про настроение, про хорошее. И про то, как люди, собравшись вместе, могут все-таки сделать наш город приятнее и прекраснее. Я вот о чем хотел спросить. Я еще раз говорю, мы поговорим о политике чуть попозже. Насколько, на ваш взгляд, вот это вот появление ТОСов в городе Краснодаре, это действительно инициатива снизу? Я почему говорю, да, вот там в 2012 году появился праздник. И как это обычно бывает у нас в стране. А есть ли у вас в городе ТОСы? Нету, значит надо сделать. Сами жители решили вот так объединяться? Или это все-таки была какая-то команда сверху? Ну, если начать с истоков вообще формирования местного самоуправления в Российской Федерации. Все это было положено еще в 1785 году, когда была подписана жалованная грамота городам. Подписана была Екатериной Второй. И вот с тех пор началось формироваться местное самоуправление в России. А то есть это не ноу-хау последних лет? Не ноу-хау. ТОС просто это новое название, которое было определено федеральным законом. А до этого мы их знаем в виде домовых и квартальных комитетов. Все мы знаем, кто живет в многоквартирках старших по дому, так называемый домовой комитет. И также кто в частном секторе живет, квартальные комитеты. Это было испокон веков, давно-давно нам они известны, эти активисты были. Просто сейчас они стали называться по-новому. Это органы территориально-общественного самоуправления. Для того, чтобы они где-то собирались, где-то заседали, где-то вели прием в конце концов, нужно ли для этого какие-то отдельные помещения? Есть ли у нас такие помещения? Или, скажем так, настолько живой орган, что встретившись на улице с тем же самым квартальным, как вы говорите, или со старшим по дому, можно решить или иные проблемы? Учитывая то, что у нас в городе на сегодняшний день работает 1681 орган территориально-общественного самоуправления, мы просто физически не можем предоставить каждому помещение. В большинстве своем они ведут работу у себя дома, руководители органов ТОС. Принимают граждан, ведут документацию и тому подобное. Но у нас есть возможности в некоторых случаях предоставлять помещения. Это, например, помещения территориальных центров. Там у нас работают в определенные часы органы ТОС. То есть, в принципе же, допустим, если достаточно большой территориальный центр, там ведь могут собираться представители нескольких ТОСов, разбив какой-то определенный график или как-то решая те или иные проблемы. То есть, в принципе, тех помещений, которые есть, достаточно? Ну, я бы не сказал, что достаточно, но они есть у нас. Как воспринимается работа ТОСов другой ветви власти? Я имею в виду властью представительной. Давайте сейчас послушаем комментарий, потом опять вернемся к нашему разговору. Прошу. Это тот орган, который имеет возможность собирать информацию от населения и в то же время оперативно, качественно доносить ту информацию, которая есть у депутатов. Через ТОСы мы получаем ту информацию, которая является проблемой на конкретных кругах. Мы получаем оперативную информацию для того, чтобы принять оперативные меры. И опять же, самое главное, как бы сбор информации о существующем в городе проблемам. Он осуществляется через ТОСы. Ну, это вот то, что касается депутатского корпуса. Здесь я понимаю, вот представители ТОСов, это наверняка, знаете, такие вот, как общественные помощники, наверное, в работе депутатов. Примерно такие же отношения складываются у ТОСов и исполнительной власти. Да, такие же отношения. Это первые помощники и депутатского корпуса, и органов исполнительной власти. Я правильно понимаю, для того, чтобы вот такие ТОСы работали, мне кажется, их нужно стимулировать. Существуют ли у нас, как бы это правильно сказать, да, ну, какие-то рычаги, наверное, да, какие-то возможности так или иначе стимулировать работу общественников? Существуют. У нас действует в городе Краснодаре программа развития гражданского общества, посредством которой каждый руководитель ТОС получает компенсационную выплату полторы тысячи рублей в месяц. И также в рамках этой программы у нас организовываются ежегодно конкурсы на лучший орган территориально-общественного самоуправления, где предусмотрен определенный призовой фонд. Если позволите, о конкурсе мы поговорим чуточку позже, потому что у нас сейчас должна пройти реклама, которую мы пропустить просто не можем, а потом обязательно вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о местном самоуправлении. Борис Владимирович, мы с вами закончили первую часть нашей программы на фразе о том, что у нас есть конкурс, в котором принимают участие как раз представители этого самого местного самоуправления, я так понимаю, отдельные ТОСы. Насколько, скажем так, широко представлены ТОСы в подобном конкурсе? Все ли принимают участие, или есть какие-то ограничения? Ограничений нет. Это все зависит от инициативы самих органов ТОС. Этот конкурс у нас проводится уже порядка 7 лет, это точно. И с каждым годом количество участников растет. Также хотел обратить внимание, что у нас проводится подобный конкурс на уровне Законодательного собрания Края. Там призовой фонд намного больше. Город Краснодар всегда участвует в этом конкурсе. У нас ежегодные победители имеются. Там выделяются победителям конкурса довольно внушительные суммы, которые ТОСы могут использовать на благоустройство территории. Еще несколько комментариев по поводу работы органов ТОС мы подготовили. Давайте посмотрим, потом продолжим разговор. Прошу. Они участвуют в общественной жизни города. Мы через них узнаем, где нужно было устраиваться, где у нас живут ветераны. Они выдвигают свои предложения, чтобы какие-то мероприятия провести. Какие проблемы бывают в рамках этого дома. Мы потом узнаем, что бывает, что которые инициативы, вот именно они проявляют, которые предложения не дают, они вообще носят общий городской характер, проблемы общегородского значения. Нам очень полезно работать с ними. И из-за этого мы в рамках каждого многоквартирного дома пытаемся помочь жителям, чтобы они организовывали территориальное общественное самоуправление. Чтобы нам было удобно работать с населением. Ну вот здесь вот так. Кстати, закон, он как-то регламентирует, какая территория или какое количество жителей должно приходиться на один ТОС? То есть это один многоквартирный дом, один ТОС? Или это может быть несколько домов? Все зависит от того, скажем так, от той инициативы, которую проявляют вот эти неравнодушные люди, которые берут на себя эту общественную нагрузку. Да, в законе прописаны определенные территории, но они довольно... Условные? Условные. Это в первую очередь зависит от инициативы жителей, которые хотят организовать ТОС. К примеру, даже в рамках закона позволительной, у нас есть в городе Краснодаре примеры, что ТОС может быть создан в рамках одного подъезда многоквартирного дома. Если дом многоподъездный, очень большой. Ну, как правило, я уже говорил, что это у нас бывшие квартальные домовые комитеты. Поэтому, примерно, чтобы было удобство работы, так мы рекомендуем сохранять те границы, в рамках которых действовали прежние квартальные домовые комитеты. Это в границах одного многоквартирного дома или часть квартала частного сектора. Ну, вот, кстати, вот, то, что появляются вот такие ТОСы, это же, я так подозреваю, да, должна быть инициатива самих граждан, и если не найдется тот, кто готов на себя, вот, не побоюсь этого слова сказать, взвалить эту ношу, то ведь со стороны не пришлешь, да, из другого района города невозможно прислать человек и сказать, вот у вас будет председатель ТОС, да, и пускай, с теми вопросами к нему. Тяжело найти вот таких людей в современных условиях, которые готовы бы вот так вот на общественных началах что-то делать? По сути, тяжело в новых условиях. Наверное, в связи с этим руководители органов ТОС у нас уже люди пенсионного возраста, в основном, которые более-менее освобождены от какой-то... Ну, по крайней мере, на работу не ходят. И могут уделить больше времени заниматься общественной работой. Все-таки здесь не предполагается больших каких-то мам небесных заработать на этом поприще, а это, правильно вы сказали, в основном общественная нагрузка. В новостройках, где проживают молодые граждане, к сожалению, очень тяжело найти таких активных людей, которые готовы уделять свободное время общественной жизни. Ну, вот мы с вами говорим о том, что да, власть, безусловно, власть местная, я имею в виду муниципальная, она должна, может и обязана опираться на вот такие формы местного самоуправления, но и власть краевая, в том числе и депутаты законодательного собрания края, они тоже уделяют большое внимание работе с ТОСами. И сейчас в подтверждение комментарий одного из депутатов ЗСК. Прошу. Это первые наши помощники, советчики, и, конечно же, те решения, которые выносятся на рассмотрение городской думы, законодательного собрания края, они во многом, или в первую очередь, проходят через вот наши ТОСовские такие экспертные советы, которые нам подсказывают вот те нюансы, которые надо предусмотреть. То есть ТОСы являются сегодня основой нашей жизнедеятельности на местном уровне. И, конечно же, вот, вы знаете, сегодня, на мой взгляд, невозможно представить вот в нынешних условиях, в нынешних реалиях нашу работу без ТОСов. Вот то, что касается, здесь прозвучала фраза, да, некое экспертное мнение. Насколько ТОСы, на ваш взгляд, активно принимают участие вот действительно вот в таких экспертных мероприятиях, как общественные слушания, я не знаю. Может быть, ну, возьмем тот же самый месячник по наведению порядка в городе Краснодаре. Насколько здесь власть опирается на общественников? Ну, во-первых, во всех комиссиях, которые задействованы, ну, я имею в виду именно по публичным слушаниям, которые организовывают посредством администрации города Краснодара на территории города, обязательно присутствуют, входят членами этих комиссий руководители органов территориального общественного управления. Также на публичные слушания приглашаются руководители ТОС, той территории, которой, да, это вопросы касаются. По благоустройству мы всегда надеемся и обращаемся к руководителям ТОС, чтобы они... Своих уже на месте. Эти жители побуждали к работам по санитарии, по благоустройству. Ведь кто наведет порядок лучше, если не мы сами? Мы опираемся сильно на них. Мы говорили с вами о том, что конкурс проходит различный, где определяют по тем или иным параметрам лучший ТОС. Я прекрасно понимаю, что двух одинаковых ТОСов, наверное, вряд ли можно найти. Об одном из ТОСов, об одном из лучших ТОСов, у нас есть сюжет. Давайте его посмотрим. Прошу. Аксения и Григорий во дворе Краснодарской пятиэтажки. Каждый день жители и гостей дома по улице строителей встречают герои Тихого Дона. С фигур казака и казачки началось создание мини-атамани во дворе обычного многоквартирника. Это лицо нашего двора. Все, когда приходят, и именно обращают внимание на них. У нас гости приходят, фотографируются возле казака и казачки. Мы гордимся, потому что считаем, что наш двор достоин быть таким красивым. И это очень привлекательно. Литературные герои во дворе не одиноки. Их быт украшают жанровые сценки. Колодец, костер с котелком и ручей с мостиком. С помощью элементов казачьей культуры взрослые знакомят детвору с кубанскими традициями. Образовывают детей и в соседнем дворе по улице Свободы. Инсталляция сказки на клумбе вызвала у малышей интерес к книгам. Опушку леса с домиком жители сделали своими руками. Много сил и времени ушло на грибы, а не особая гордость домкома Марии Илюхиной. Ни одну ночь она потратила на вязание опят и сыроежек. У меня всё есть. И белки, и зайчики, и грибы. И у меня я от души это делала. И моя душа такая вот. Я выхожу, смотрю, как будто бы я в лесу. Напоминает Олеся, здесь и вечно зелёное богатство. Больше десятка сосен и ёлок жильцы высадили пять лет назад. На лесной опушке организовали детский уголок. Площадку строили долго. Сначала требовалось перенести гаражи. Всё заросшее было. Ну, скамеечки были, деревья были. Ну, чистоты не было такой. Не было. Всё вовремя сделано. Поэтому и хорошо. В западном округе Краснодара больше двухсот ТОСов. В этом году на конкурсе территориального общественного самоуправления дворы Казачий и Лесной были признаны лучшими. Оценивались общее состояние домов и придомовых территорий, участие в общественной жизни города и даже наличие собственной самодеятельности. И вот сейчас, мы пока смотрели, да, этот сюжет с вами обсуждали, ведь это не единичные случаи, это не исключение. Таких ТОСов и достаточно много в городе Краснодаре. Да, их в последнее время всё больше и больше становится. Гражданам нравится жить на благоустроенной территории. Своими руками они делают всевозможные поделки и облагораживают свои дворы. Да, ведь здесь ещё один, мне кажется, немаловажный момент, да. Когда к тебе приходит, я не знаю, посторонний дядя, когда к тебе приходит даже тот же самый депутат и делает вот такую детскую площадку, да, ведь всё, что сделано своими руками, оно ведь не очень долговечно. А здесь, когда ты вкладываешь душу, когда твои дети, видя, да, а может быть даже и принимают участие в том, что вот так вот сделать красивую территорию, да, и отношение совсем другое получается. И тем самым развивается у ребёнка, у детей, которые там живут, то чувство, что я же это сделал сам, как же я могу это поломать. И надеемся на то, что более будет всё сохранно. Ну что ж, спасибо большое, Борис Владимирович, что пришли и ответили на наши вопросы. Ещё раз хочу напомнить нашим телезрителям, ведь сегодня праздник, мы сегодня говорим о том, что это праздник всех нас, потому что местное самоуправление, если не мы, то кто за нас это сделает. Так что я поздравляю вас тоже с этим праздником, поздравляю и вас, уважаемые наши зрители. Говорили мы сегодня о местном самоуправлении, мы говорили о работе ТОСов в нашем городе. А гость на нашей сегодняшней программе был начальник управления по связям с общественностью и администрации Краснодара Борис Кузьмин. Ещё раз большое спасибо. На сегодня это всё, увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok